Привет! Посмотрите на эти мотоциклы. Наши коллеги из компании «МотоСтронг» сами привозят их из Европы, выбирают байки в отличном состоянии и с минимальными пробегами, без аварийного прошлого. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронг». Там представлен весь ассортимент. Склад мотоциклов регулярно обновляется. Мы продаем мотоциклы в отличном состоянии, они пройдут любые проверки. Обращайтесь в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. А что вы знаете о моторах для автомобилей Сан Йонг? Сегодня мы расскажем о практически основном турбодизеле для этих корейских внедорожников. Итак, встречаем мотор 2.7 ХДИ. Это пятицилиндровый турбодизель с чугунным блоком цилиндров, легкосплавный ГБЦ, в которой два распредвала и по четыре клапана на цилиндр. На каких еще автомобилях установлен пятицилиндровый дизель? На Alfa Romeo, Volvo, Volkswagen, Mercedes. Да, именно у концерна Daimler компания Сан Йонг купила лицензию на дизель с нечетным количеством цилиндров. То есть здесь и под капотами автомобилей Chiron, Rodius и Rexton стоит турбодизель OM612. Это турбодизель с топливной системой Common Rail. Только, видимо, в лицензию от Daimler не вошла топливная система, поэтому здесь вместо впрыска от Bosch установлена топливная система Delphi. И это отличие не в лучшую сторону. Если бы не впрыска Delphi, владельцы Сан Йонг вообще бы проблем не знали. У двигателя D27DT есть версии мощностью 165 и 186 л.с. Эти версии отличаются турбокомпрессорами. Есть турбокомпрессор Garret с перепускной заслонкой и турбокомпрессор Mitsubishi с изменяемой геометрией. Оба этих турбокомпрессора до 2010 года менялись по отзывным компаниям и вот уже как 10 лет не вылетают и не портят жизнь владельцам автомобилей Сан Йонг. Оба турбокомпрессора управляются вакуумом, то есть клапаном-модулятором. Если возникают проблемы с наддувом, например, при резком ускорении, то виновником является именно модулятор. Он начинает барахлить, надышавшись пылью и грязью из моторного отсека. В этом случае его надо поменять на новый, хотя умельцы освоили чистку этого клапана. Правда, при неаккуратной разборке и сборке может лопнуть мембрана. На двигателе 2.7XDE есть второй вакуумный модулятор, установленный ближе к моторному щиту. Он управляет клапаном EGR. Ну а сегодня разобрать это корейское мерседесовское чудо нам поможет Артём. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку. В системе вентиляции картерных газов установлен мембранный клапан, а под ним находится маслоотделитель. С периодичностью в 150 тысяч километров этот мембранный клапан потеет по всем подключениям. В этом случае его надо поменять на новый. Цена вопроса – 60 долларов. Сегодня на этом моторе и на всем нашем огромном складе ТНВД не оказалось, потому что это очень востребованная деталь. Поэтому мы заочно о нём расскажем. Топливный насос высокого давления Delphi DFP1 имеет крайне мудрённую конструкцию секций подкачки и секций нагнетания топлива. В начале 2000-х годов эти насосы страдали от ржавчины из-за минимального содержания воды в топливе. Удивительно, но рабочие части ТНВД не защищены от коррозии. Этот ТНВД драматично страдает от износа секции подкачки, которая имеет шиберную конструкцию. Твёрдые частички в топливе разрушают закалённый поверхностный слой, и тогда шиберы начинают стругать стружку. Эта стружка разносится по всей топливной системе. Вот эту металлическую стружку можно выловить магнитом из проб топлива из стакана топливного фильтра. Далее всю топливную систему от бака до форсунок и топливопроводов приходится отмывать от мелкой стальной пудры. Лучше поменять бак на новый, потому что из него просто нереально вычистить всю металлическую стружку. Если в топливной системе останется минимальное количество пудры, то ТНВД новый повторит очень быстро судьбу предыдущего. Чтобы защитить ТНВД Delphi от серьезного преждевременного износа, надо использовать только оригинальные двухмикронные фильтры Delphi и менять их каждые 10-15 тысяч километров. Плунжеры секции высокого давления изнашиваются по возрасту к пробегу в 300 тысяч километров или ранее, если ТНВД пострадал от настроганной стружки из-за завоздушивания системы или проблем с прокачкой топлива. Воздух в топливную систему попадает через быстроразъемные соединения на топливном фильтре, которые с годами теряют свою плотность. Об износе плунжеров говорят ошибки по недостаточному давлению топлива и проблемы с запуском мотора. Чем сильнее изношены плунжеры, тем чаще возникают ошибки по топливной системе. На ТНВД установлен дозирующий клапан. Иногда при ошибках по некорректному давлению топлива владельцы меняют именно его, и в большинстве случаев ситуация никак не изменяется, потому что в ТНВД изношены плунжеры. Еще раз вспомним про завоздушивание топливной системы, потому что именно из-за пузырьков воздуха появляется некорректное давление в топливной рампе. Ресурс форсунок двигателя D27DT 200, а то и 300 тысяч километров, если владелец не экономил на фильтрах и заправлял машину хорошим качественным топливом. При неисправности форсунки система управления двигателя выдает код неисправности, который четко указывает на неисправную форсунку. Ее можно смело менять на новую и прописать код форсунки. Также есть хороший вариант по ремонту форсунки с заменой распылителя и клапаном мультипликатора. Естественно, надо устанавливать оригинал под маркой Delphi. С возрастом в электропроводке форсунок разбалтываются разъемы, в них пропадают контакты и появляются ошибки по обрыву цепи форсунок, а также по повышенному сопротивлению форсунок. Эти разъемы можно купить отдельно и поменять отдельно. Такие же проблемы появляются при обрыве проводов к форсункам. Если двигатель неровно работает на холостом ходу и есть признаки значительного снижения производительности одного из цилиндров, то, скорее всего, его форсунка изношена и чрезмерно сливает топливо в обратку. Эти форсунки можно проверить на слив привычным способом – с мерными сосудами. Сильно изношенные и поврежденные стружкой форсунки Delphi начинают лить топливо в камеру сгорания, и это может привести к прогоранию поршня. В целом на сегодняшний день все компоненты топливной системы Delphi можно отремонтировать за очень вменяемые деньги. Ну а если в топливной системе обнаружилась стружка, то готовьтесь к большому ремонту и к большой чистке всей топливной системы. Мастера по ремонту моторов Mercedes явно увидят отличия от ГБЦ 612 мотора, а именно отличия в массивных бугелях распредвалов и в приводе распредвалов. На 612 моторе цепь наброшена на один распредвал и между распредвалами зубчатая передача. Двигателю 2.7 XDI досталась чисто мерседесовская двурядная цепь, которая служит дольше самого двигателя. На практике компоненты этого привода ГРМ не пользуются спросом и спустя 20 лет после начала выпуска этого двигателя для автомобилей Sanyong. По состоянию все замечательно. Лайтовый черный дизельный налет и на кулачках распредвалов мы не видим никакого износа. Очень много проблем у невнимательных владельцев вызывает закисание форсунок и прогорание огнеупорных шайб. Дело в том, что стальные корпуса форсунок и легкосплавная поверхность в гнездах ГБЦ со временем намертво склеиваются, и тогда, чтобы достать одну или несколько форсунок, надо прибегать к помощи гидравлического инструмента. Чтобы этого не произошло, надо вынуть форсунки, очистить гнезда ГБЦ, поменять огнеупорные шайбы, вставить форсунки обратно, предварительно обработав их керамической смазкой. Также надо поменять прижимные болты форсунок на новые и затянуть их с правильным усилием – 10 Нм с доворотом на 180 градусов. Если вы решили купить Sanyong с этим мотором, надо учесть этот момент, обработаны ли форсунки и не прогрызены ли огнеупорные шайбы. Также совсем не лишним будет добавление керамической смазки на резьбу свечей накаливания. Вы, наверное, уже обратили внимание, что свечи накаливания здесь стоят не по-мерседесовски, они стоят под клапанной крышкой и параллельно форсункам. По состоянию констатируем, что всё отлично. Хон в цилиндрах неплохой, никаких задиров, мотор. Вообще, эти моторы, как и мерседесовские, по цилиндропоршневой группе – чистые миллионники. Единственное, что смущает – это нагар на поршнях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так выглядит выносливая поршневая группа двигателя-миллионника. Если говорить о состоянии, то никакого износа визуально на коленвале мы не видим. Также не видим износа на шатунных вкладышах и видим небольшие потертости на коренных вкладышах. Обратите внимание на вот эти массивные поршни. Все кольца поршневые подвижны и маслосъемные кольца не закоксованы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верхние коренные вкладыши тоже в хорошем состоянии. Кому интересно, в Локи присутствуют маслофорсунки. Ну что, разборка закончена. Вот такой вот выносливый и, можно сказать, тяжелый турбодизель появился у компании Сан Йонг благодаря Daimler. Топливная система Delphi хлопотная и в былые времена дорогая в ремонте. Также неприятный сюрприз могут преподнести форсунки, застрявшие в ГБЦ. Если вы хотите, чтобы мы и дальше снимали такие подробные и классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».